Этот звук знаком практически всем жителям северных городов и поселков, почти как модный бит, под который росло поколение 70-х, 80-х годов. И тогда и сейчас он символизирует развитие. Новый этап развития Губкинского, самого молодого города Ямала, начался 4 года назад. Январь 2020-го. Пустырь вдоль дороги на Пурпе. Там отвели первые участки под новые дома. На перспективного микрорайона номер 17. По плавному счету строительство детского сада на 240 мест и школу на 4. Летом 2023-го практически готовую первую очередь показывают губернатору Дмитрию Артюхову. Первое, что бросается в глаза – просторный двор. Есть детская площадка, при этом за каждой квартирой закреплено парковочное место. Можно сказать, администрация сделала подарок. В свою квартиру Рамиль Башаев переехал из аварийки ближе к новому 2024 году. Ремонт был уже сделан, сантехника установлена. Эмоции вообще зашкаливали. Ну а так, в принципе, все нас устраивает, все классно. Ремонт вообще превосходный. Сейчас в самом молодом микрорайоне самого молодого Ямальского города идет строительство второй очереди. Еще 4 дома, уже по 7-8 этажей. Всего проект рассчитан на переселение тысячи семей. Нашей главной задачей остается расселение аварийного жилищного фонда. 17-й микрорайон в этом плане для нашего города является стратегическим объектом. Примерно так микрорайон будет выглядеть, когда его завершат. Школа, детсад, неизменное правило на каждую квартиру по машиноместу, сквер для прогулок, спортивные площадки, шаговые доступности, магазины. Такие проекты есть во всех городах Ямала. Дело разве что в масштабах. В случае с Губкинским получается компактно, но все есть. Поэтому наглядно. Вся повседневная жизнь семьи в уютном и компактном микрорайоне. Именно таким комплексным подходом будем развивать наши города. А в истории уже остались почти 700 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Первая цель расселить миллион, а за ним открыть счет еще на один. Александр Ребека, программа «Время Ямала». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова